Здравствуйте, уважаемые студенты! Тема номер восемь сегодняшняя – «Общественное движение за обеспечение прав потребителей в Казахстане и в Казахстане». Сегодня мы будем рассматривать два вопроса. Первый – «Подвижение потребителей за расширение защиты своих прав» и второй вопрос – «Социально-ответственный маркетинг». Цель или рассмотреть структуру общественных движений за права потребителей в Казахстане и в Казахстане? Первый вопрос. Суверенитет потребителя – это право и возможность в рамках уменьшенных средств приобретения всего, что потребителю нужно для потребления свободного выбора продавца, времени, места и других условий потребления. приобретения. Консумеризм – это организационное движение потребителей за расширение защиты своих прав, а также усиление действия потребителя на производителей торговцев. Основные направления деятельности в рамках консумеризма сходятся к следующему. Распитание потребителя – ненависимая от экспертизы товаров, предъявление исков на некачественные товары. права и гарантии каждого потребителя на обеспечение качественными товарами, работами и услугами защищены от опасности для жилья и здоровья в соответствии с законами. Распитание потребителя на право потребителей права потребителя на правительственную цену по услугам от предприятий монополистов обеспечивается законом рынка от естественных монополий и защите конкуренции, в соответствии с которым цены продукции и предприятия монополистов подтверждаются антимонопольным органом. Всевозрастающую роль в защите прав потребителей в наше время построения капитанского общества и за общественной организацией, выступающей в качестве защитников прав потребителей путем в проведении контрольных закупок в торговых учреждениях, в проведении испытаний на соответствии с требованиями по качеству и публикации сведений о товаре ненадлежащего качества в частных органах, также выступая защитниками и представителями потерпевшей стороны в контролирующих надзорных органах в судах. Знание основных прав поможет вам правильно вести себя в ситуациях нарушений этих прав. Каждый потребитель имеет право на безопасность продукции, вы имеете право на то, чтобы товары были безопасны для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды. Свободное заключение договоров на приобретение товаров, использование работы и услуг, надлежащее качество продукции, работы и услуг, получение полной и достоверной информации на русском языках, о цене, о стране, происхождении товара и изготовителя, потребительских способов продукции, способов и правилах использования в продукции, помене, дате и изготовлении, сроки годности товара и террористов. Энвироментализм отражает осознание ограниченности природных ресурсов и обеспокоенность воздействия маркетинга на окружающую среду, единственное развитие науки и техники, рост и техники, рост числа производственных предприятий, количественное увеличение потреблений и отрицательной черты, разрушение окружающих среды, расход ограниченных природных ресурсов, все это определяет высокую социальную стоимость последствий потребления. Экологически чистый бизнес не загрязняет окружающую среду, способствует ее сохранению и очищению. Компании городского уровня улучшают городскую экологию, национального уровня экологии страны, а транс-национальные корпорации участвуют в общемировых программах. Экологически чистый бизнес во взаимоотношении с персоналом и руководством, техническим иммунизмом и партнерством упитает обмана, скрытность и манипулирования людьми в корыстных целях. Все потребленные ресурсы должны быть возвращены под кредцом возвращения стоимости ресурсов и отчисления государственных органов для проведения природоохранных мероприятий. Социально-этический маркетинг – это маркетинг, который менее нарушает права человека и направлен на полное удовлетворение запросов различных групп потребителей. Критики обвиняют систему маркетинга в нанесении вреда потребителям за счет высоких цен, использованию приемов введения в загружении, использованию методов навязывания товаров, продажи недоподкачественных или невезопасных в обращении товаров, использованию практики запланированного устаревания товаров, низкого уровня обслуживания потребителей. Излишнее использование агрессии в продажах может привести к манипулятивному или дикому маркетингу. Его основные характеристики – это продажи высоких или опасных товаров, при увеличении акцентирования внимания потребителей на упаковке, обман в отношении политики цен и доставки, использование приемов продвижения, эксплуатирующих импульсивное поведение покупателя, реклама, производчивающие свойства товара, реклама эксплуатирующих обеспокоенность людей, обуждение людей к обычному потреблению. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. за внимание. Спасибо за внимание. за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...